Добрый день, друзья! Вы знаете, уже ни для кого не секрет, что кроссоверы именно тот класс автомобилей, что захватывает поступательно рынок за рынком, страну за страной. И Россию, пожалуй, в первую очередь из-за наших сложных географических, топографических и климатических условий. И сегодняшняя программа будет посвящена кроссоверу, который смело, можно сказать, крепкий середнячок. У него вообще все хорошо. У него приличный клиренс, у него полный привод и даже с возможностью заблокировать муфту. У него довольно просторный салон, объемный багажник, у него неплохое оснащение, неплохая мультимедийная система с хорошим качественным звуком. Вы знаете, по сути, это автомобиль-мечта среднестатистического покупателя автомобилей в России. Но помимо всех этих достоинств, есть у него и пара недостатков. Первый – это его физический возраст. И есть еще одна проблема. Но для того, чтобы ее продемонстрировать, мне придется покинуть автомобиль. И хотя внешность, безусловно, категория оценочная и субъективная, но знаете, мне кажется, именно она, внешность Ренок Алиос предыдущего поколения, и была его главной проблемой. Безусловно, задача превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя не из простых. И насколько удалось ее выполнить французским дизайнерам и инженерам, оценивайте сами. Ведь теперь Ренок Алиос выглядит так. И здесь двух мнений быть не может. Новый Алиос не просто выглядит чрезвычайно стильным, элегантным и актуальным. Он, ко всему прочему, показывает всем конкурирующим автопроизводствам, как нужно работать над созданием нового образа современного кроссовера. У него нет ни одной кузовной панели, напоминающей о прошлом, неказистом поколении. У него есть хром, и его ровно столько, сколько нужно. Он обзавелся затейливой светотехникой и мускулистым силуэтом. Компоновка и качество исполнения салона соответствуют тому, что мы привыкли видеть в автомобилях более высокого статуса. Вообще, знаете, создается впечатление, что ребята из Рено делали не просто автомобиль, а манифест. Мол, посмотрите, какие нынче формы мы умеем создавать. Ну и прежде чем мы перейдем к динамической части испытания нового Ренок Алиос, предлагаю заняться одним из национальных видов спорта, а именно рассматривание подкапотного пространства. Ведь это всегда жутко интересно, когда автомобиль новый. Здесь главное сделать умное лицо. Ммм, как здесь все очень увлекательно. Рено. Два с половиной литра, подумать только. Да, я считаю, норматив сдали. И еще один параметр автомобиля, который жутко волнует каждого российского автовладельца, даже если он не собирается перевозить в багажнике ничего крупнее зонтика. Так сколько же все-таки литров картошки может войти в багажный отсек, в данном случае Рено Калиос? Ну, во-первых, как мы сюда попадаем? Либо кнопкой на крышке багажника, либо кнопкой на водительском сидении, либо кнопкой на ключе. Это, между прочим, его ключ. Либо пинком под бампером. 540 литров геометрически правильного пространства. Есть розетка, два светильника, полноразмерное запасное колесо и система удобного дистанционного складывания спинки заднего дивана. Если эту процедуру провести, объем багажника увеличивается до 1690 литров. И, что немаловажно, закрыть багажник можно так же удобно. Ногой, как и открыть. А теперь приступим к самой интересной, динамической части нашего знакомства. Когда я говорю, что гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя, это не форма речи. Это действительно так. Перед нами был автомобиль, олицетворявший все прошлое корейского автопрома. Я имею в виду тот самый Самсунг, который мы называли Калеус предыдущего поколения. И сейчас автомобиль, который изменился не только в экстерьере, но и в интерьере ни одной старой салонной панели мы не найдем в этом автомобиле. Здесь все новое, начиная от руля и, по-моему, даже самого шильдика на руле и заканчивая мультимедийной системой. Хотя нет, справедливости ради, мультимедийка осталась той же, но только теперь это Air Link 2.0. Она заключена в том, что многие называют будущим коммуникационных систем в автомобилях. Сначала мы это увидели в Tesla, потом мы это увидели в XC90, и вот сейчас Renault. Мозг, конечно, имеет значение, но не меньшее значение имеет и сердце. Под капотом моего тестового Калеуса работает 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, выдающий 171 лошадиную силу мощности и 233 ньютон-метра крутящего момента. В моторной линейке присутствует также и младший, хорошо знакомый нам бензиновый двигатель объемом 2 литра, выдающий приятные с точки зрения налогообложения 144 силы. Но, по правде сказать, крупный Калеус с этим мотором обречен быть овощем на дороге. Но, к счастью, маркетологи Рено не побоялись привезти в Россию версию кроссовера с тяговитым 2-литровым турбодизелем. Вот это, на мой взгляд, один из самых перспективных автомобилей. Хотя, с другой стороны, вы знаете, один из главных аргументов приобретения дизельного мотора, точнее, автомобиля с дизельным двигателем, для российского покупателя, это экономичность дизельных двигателей. Ну и вот, что мы видим. У нас более 170 лошадиных сил на бензине и 8,3 литра топлива на 100 километров в городском, ну или в смешанном цикле, но я бы назвал его городским, просто потому что мы в городе. Хорошо это или плохо? Я считаю, что для этого типа автомобиля, для этого типа мотора, это более чем хороший результат. Что касается динамики, она невзрывная, и здесь, скорее всего, ответственность за этот невзрывной характер лежит вовсе не на моторе, а на коробке передач. Это вариатор. Для Kaleos предыдущего поколения, для Nissan X-Trail, для Nissan X-Trail нынешнего поколения и Kaleos нынешнего поколения, это не то чтобы приговор, это данность, с этим нужно мириться. Эта коробка ведет себя неплохо на скоростях крейсерских, городских. Вот до 50-60 километров в час у автомобиля довольно бодрый подхват, и он даже обещает динамику, но после 60-70 километров эта динамика скисает, но тем не менее, еще раз хочу обратить внимание, что динамика разгона около 9 секунд, может быть даже чуть меньше. Ну вам что, в городе 9 секунд не хватит, в конце концов, вы что, шумахеры? Вы же покупаете не спортивный автомобиль себе, это большой семейный кроссовер, а то, что он большой, это факт, подтвержденный миллиметрами. Он вырос во всех плоскостях по отношению к своему предыдущему поколению, увеличился в багажнике, увеличился в пространстве для задних пассажиров. Вообще, вы знаете, современные автомобили – это компромисс. Компромисс между стоимостью и комплектацией, компромисс между безопасностью и динамикой, компромисс между комфортом и практичностью. И этот автомобиль – не исключение. Мне кажется, что инженеры, специалисты, дизайнеры компании Рено решали несколько задач. И главный из них – как сделать современный автомобиль, автомобиль, который бы выделялся своими качествами и характеристиками на фоне себе подобных, и при этом сохранить его стоимость достаточно для того, чтобы покупатель имел возможность пересаживаться, ну, положим, из седана, Б или С-класса уже за руль Рено Калеос. Выполнена ли эта задача? Ну, судите сами. Признак до недавнего времени, признак автомобиля премиального сегмента – цифровая приборная панель. Пожалуйста, здесь она есть. Мультимедийная система, о которой я уже сказал, с огромным экраном – это и вовсе еще пару лет назад была совершеннейшая фантастика, доступная только автомобилям из будущего на манер Теслы. Пожалуйста, здесь она в базовой комплектации. Ко всему прочему, у нас есть полный привод с возможностью блокировки муфты. У нас подогрев руля, подогрев охлаждения сидений, контроль мертвых зон. И, к сожалению, на этом список электронных ассистентов заканчивается, потому что таких модных штуковин, как адаптивный круиз-контроль, я уже не говорю об активной системе удержания в полосе, этого всего для Рено Калеос нет. Но специалисты компании утверждают, что уже в следующем году для Рено Калеос будет доступна система безопасности, которую лично я считаю одной из самых важных в автомобиле. Это система автоматического торможения перед препятствием. Но судите сами, 90%, у меня нет четкой статистики, но я думаю, что около 90% мелких ДТП происходит в той ситуации, когда водитель, отвлекаясь право, влево, назад на пассажиров заднего дивана или на какие-то свои мелкие телефонные нужды, отводит взгляд от впереди идущего автомобиля, тот резко останавливается, и вот вам, пожалуйста, встреча двух несчастей. Мелкое ДТП, но уже оформление, ремонт, время, деньги, нервы. Система экстренного автоматического торможения делает подобные неприятные ДТП практически невозможными. И это будет доступно для покупателей Калеус уже в следующем году. Вы знаете, что можно доработать при обновлении автомобиля через пару лет? Я, честно говоря, поработал бы над тормозами. Сказать, что тормозная система очень продуктивная, невозможно. Автомобиль большой, но, во всяком случае, он создает впечатление большого автомобиля, а тормоза при этом не совсем ярко выражены. Нет, ты можешь контролировать тормозной путь, и ты точно понимаешь, где автомобили становятся. Хотелось бы, чтобы они были чуть-чуть поострее. Из комфортных, удобных и полезных функций нужно отметить систему лимитирования скорости и круиз-контроль. Он не адаптивный, но он есть. Все находится удобно под указательным пальцем правой руки. Одно нажатие, потом на руле регулировка скорости, задаем скорость, здесь ограничение 60, значит, по российским законам мы едем 78. Как бы мы не давили на педаль газа, мы всегда будем оставаться в той зоне, где штраф нам не грозит. Но и еще из компромиссных решений, это органы управления мультимедийной системой. Во-первых, не очень удобно регулировать громкость мультимедийки, потому что это две сенсорные кнопки, вообще невозможно в движении пользоваться. Значит, должно быть управление на руле. И оно есть, но только не на руле, а под рулем. И вот эта вот штуковина сюда перекочевала из всех предыдущих моделей компании Nissan и Renault, и, страшно сказать, из всех бюджетных моделей. Это мы встречаем везде, включая Duster, Tarana и прочие бюджетные модели. Renault утверждает, что это жутко удобно. А я утверждаю, что нет. Ну, в конце концов, они большая компания, а я всего лишь журналист, поэтому, наверное, они правы. А еще здесь очень удобные сидения. Вообще, вы знаете, очень удобно и очень красиво. Это два определения, которые сразу же прилипают к твоему сознанию, когда ты знакомишься с Калеус. Во-первых, он красивый, но и он удобный. Сидения, пожалуй, одни из лучших в классе. Единственное, чего им не хватает, это регулировки длины подушки. Но вот с чем совершенно точно не поспоришь, и здесь нет никаких компромиссов, это акустика. Компания Bosch поставила сюда чертову кучу динамиков, низкочастотных, каких угодно. Вот звук здесь совершенно железно не соответствует классу автомобиля. Ну, точнее так, звук повышает класс автомобиля. И вообще поставщик акустики сюда считает именно салон Renault Kaleus идеальным автомобильным салоном для демонстрации возможностей своих динамиков. Проще говоря, это и есть демонстрационный автомобиль, который призван показать, как может и должна звучать акустика Bosch. И знаете, вот еще одна парадоксальная вещь. Мне всегда казалось, точнее, я всегда был в этом уверен, что люди приобретают кроссоверы, может быть, не в первую очередь, но совершенно точно и для того, в том числе, чтобы чувствовать себя внутри большого автомобиля с высокой посадкой, с большим салоном, чувствовать себя в кроссовере. И вот какая штука. С одной стороны, здесь чувствуешь себя за рулем легкового автомобиля. Все благодаря тому, что я могу максимально глубоко утопить сидение. Действительно глубоко. Плюс панель расположена таким образом и сконструирована таким образом, что создается иллюзия легкового автомобиля. И вот это очень интересное сочетание. Ощущение на руле большого автомобиля. В целом, когда осматриваешь салон и ощущаешь себя в салоне, ты внутри большого автомобиля, при этом с совершенно легковой, почти горизонтальной посадкой. И это скорее удобно и интересно, чем неудобно и неинтересно. Ну и разумеется, еще одна важная характеристика для семейного автомобиля, а у нас здесь большой семейный кроссовер, это комфорт и пространство для пассажиров заднего дивана. И комфорта, и пространства здесь более чем достаточно. Ну, во-первых, я сижу за собой. То есть переднее водительское кресло настроено под человеком моего роста. И здесь у меня по ощущениям, ну, сантиметров 10 для переднего кресла. Есть подогрев заднего дивана, раздельный для двух пассажиров. Два USB-подключения, ровно как и для переднего водителя и пассажира, прикуриватель, дефлекторы воздуховодов. К сожалению, спинка дивана не меняет свой угол, и сам диван невозможно регулировать продольно. Это то, что есть в Nissan X-Trail, и то, чего нет в Renault Kaleos. Хотя, с другой стороны, может быть, этой опции здесь и нет, ровно потому, что достаточно пространства и без салазок, на которых сам диван будет двигаться. Что еще отмечаешь здесь? Очень неплохая шумоизоляция автомобиля. А напоследок несколько слов о главном. Сколько все это стоит? С одной стороны, стоимость нового Kaleos'а демократичной точно не назовешь. Минимальный ценник 1 миллион 749 тысяч рублей. Самый дорогой дизельный вариант оценивается уже в 2 миллиона 219 тысяч рублей. С другой стороны, если учесть, что Kaleos уже в базе имеет очень богатое оснащение, полный привод, вариатор и вот эту вот всю свою роскошную внешность, можно смело сказать, что цена продукта совершенно точно соответствует его качеству. Продолжение следует... Продолжение следует...